Вот уже более 20 лет Цех по производству швейных изделий, входящий в состав Управления производства потребительских товаров Алмалыкского горно-металлургического комбината, занимается пошивом спецодежды для работников подразделений. Основным сырьем являются ткани, комплектующие материалы, производимые местными предприятиями. Вся продукция производится на современном оборудовании, каждый заказ проходит тестирование на соответствии с самым высоким стандартным качеством. Выпускаемая спецодежда отличается повышенной износа стойкостью и удобством, надежно защищает сотрудников от воздействия холода, ветра, дождя и огня. С самого начала он был запущен для производства спецодежды для подразделений нашего комбината. И по сей день мы также шьем спецодежду, рукавицы рабочие. И плюс к этому еще мы обеспечиваем лагеря и детские сады постельными принадлежностями, налочки, пододеяльники, простыни. В производстве только профессионалы своей области. И сегодня перед работниками цеха стоит очень важная задача. Во исполнение приказа председателя правления АО «Алмалыкский ГМК» о профилактике распространения воздушно-капельной инфекции и нового типа коронавируса и утвержденного плана мероприятий по предотвращению распространения COVID-19, а также обеспечения безопасности и защиты здоровья работников АО «Алмалыкский ГМК», по всем подразделениям комбината введен строгий масочный режим со сменой масок каждые три часа. Согласно документу, все работники подразделения комбината должны быть обеспечены марлевыми масками из расчета по три штуки на каждого человека, которые в эти дни изготавливают в цехе УППТ. В данное время поступил заказ от руководства сшить медицинские маски для работников нашего комбината. И начали мы сшить маски. В день мы шьем где-то пять тысяч масок. Еще к производству масок мы подключили работников надомного труда. Они тоже будут помогать нам, чтобы побыстрее закончить этот заказ. Но, несмотря на увеличение объемов заказов, специалисты цеха успешно справляются с порученными заданиями и готовятся встретить наврус с высокими планово-экономическими показателями.